Доклады о сложности компьютерной мастерской. Вот представьте, вы получаете звоночек, вам говорят то, что сгорел компьютер, материнская плата просто в щепке, процессор i3-10100F, нужно его проверить. И вот на месте компьютера мастерской что вы отвечаете? Да, конечно, приносите без проблем. А что если у вас нет 1200 сокета материнской платы проверочной? И вот этот вот тонкий момент, когда ты мастерская компьютерная, ты по идее должен иметь все типы материнских плат, чтобы какой бы звонок тебе не поступил, какой бы процессор у тебя не спросили, или проверить то или другое, у тебя это все должно быть в наличии. Более того, ты сразу на себя берешь автоматические риски этой проверки. То есть процессор может... Бывают такие процессоры, которые матери убивают, бывают матери, которые убивают проццы. И того и другого у тебя должно быть сполна, чтобы предоставлять хоть какую-то услугу. Иначе ты будешь просто говорить, извините, мы компьютерная мастерская, но проверить ваш процессор современный мы не можем. Благо, есть добрые люди, которые вообще, если бы меня хоть раз так спросили, Даня, ты представляешь, что вот вы будете работать в компьютерной мастерской, будут заходить ребята и дарить вам материнские платы по 15 тысяч рублей. Я сказал, ну не шутите, пожалуйста, но к счастью, это реальность, сегодняшняя реальность. И встречайте, друзья, человека, который вчера сделал сумасшедшее добро для компьютерной мастерской, и сегодня ролик будет в его исполнении. То есть прям герой сегодняшней программы. Мужчина, парнем это не настоящий мужчина по имени Никита. Никита, я тебя приветствую. Привет, Даня. Да, собственно, ты уже у нас второй, даже третий день, и позавчера заходил, вчера заходил, и сегодня буквально я тебя сейчас поприветствую так, как я тебя ощутил, и ты пару слов еще от себя скажешь. Никита, это наш подписчик, наш спонсор, приехал с Оленигорска, то есть вообще далекий свет, в прямом смысле слова, север, это север настоящий. Север, да? Это крайний даже север. Заполярье. А Оленигорска тоже много оленей, правильно? Ну, в каком смысле? Ну, в смысле оленей, те, которые северные, рога там, все такие в Китай отправляют, знаете, тримолотый порошок. Да, и Никита является еще и спонсором нашим каналу, то есть у нас их не так много, но мы их очень ценим, бережем. Это те люди, которые подписаны, и каждый месяц у тебя там денежка списывается для поддержки подвальщика города Белгород. То есть это вот то, как выглядит, то, за счет чего мы тут существуем, друзья. Вот в данном случае и Никита. Ты приехал, соответственно, повидать город, заодно к нам забежать, познакомиться, правильно? Вот такая вот атмосфера тусовка. И, кстати, Белгород, как тебе? Ты уже погулял по Роденьков? Мне очень нравится, мне что впечатлило, что очень довольно-таки чистый город. Я не видел такого давно, что ты идешь, и нет ни бутылок, ничего не брошу, ну, как бы, полностью чистые улицы. А неужели на севере бутылки? На севере, ну, бывает всяко, но здесь в городе, я смотрю, и плитка везде, и чистая. Я думал, знаешь, когда два метра сугроба, там, в принципе, бутылок никаких не видно. Ну, да, но там места все открывает потом тоже. Да, и сразу небольшое, вот, чтобы вы понимали, то, проще, с чего я начал сегодняшний ролик, посмотрите, что Никита нам вчера презентовал. Это, на самом деле, бесценные подарки Z490A PRO для Happy PC от друга, и даже расписался 4-е, 3-е, 21-е. Это материнская плата стоимостью в 13,5 тысяч рублей и идеально подходящая для любых тестов и проверки. То есть, вот, вы хотите верьте, хотите нет, вот, а-ля Happy PC, на сегодняшний момент не имело в наличии вот такой подходящей материночки для проверки таких ситуаций. То есть, вот эти вещи безумно ценные. Был у нас еще человек, который Z390A до сих пор у меня лежит, знаете, ждет своего удачного случая. В общем, это бесценно кулачок, кулачок. Никит, и расскажи в двух словах о себе, чем ты занимаешься, потому что мы с тобой сегодня будем компы ремонтировать, чтобы народ познакомился с главным героем. Да, я работаю тоже в IT-сфере, соответственно, занимаюсь в налоговой инспекции, работаю. У нас тоже много есть таких моментов, компьютерных, и, соответственно, ребят, вот я нашел, когда стал подписываться на ютюбе на разные техно-блоги, попался на ребят, подумал сначала, что какая-то, наверное, иностранный канал, потому что все в ярких цветах, такие, вы развиты ребят. Стоп, налоговая инспекция, IT-сфера, как это вообще все взаимосвязано? Ну, то есть, там отдел у нас есть, подразделение, которое занимается компьютерами. Сейчас же все госслужбы тоже вся на компьютерах. И в чем непосредственно твоя работа заключается? Моя работа, чтобы, ну, как бы, сисадмин, системный администратор. То есть, у тебя налоговые там ребята, крутят-вертят всякие, и ты это все контролируешь, чтобы ничего... Да, и моя задача, чтобы у всех все работало стабильно, не отваливалось и, так сказать, все были довольны. Чтобы, не дай бог, какой-нибудь предприниматель не проскочил со своими, знаете, налогами, чтобы они все... Ну, здорово. То есть, расскажи уровень твоего понимания в компьютерах. А, подожди, ты системный администратор, ты вообще все понимаешь. Да. Ну, нет, я, на самом деле, опыт, может быть, у меня небольшой, но вот благодаря ребятам я очень много нового всего узнал, то, что мне помогает в повседневной работе, поэтому... Ну, и плюс к тому, что настроение даете всегда очень позитивное. Огонь. В общем, у нас с утра... А сегодня какой у нас день? Сегодня пятница. Это самое утро. Оператор еще вон глаза протирает. И Никита из налоговой. Тебе какую отвертку? Попривычней или та, которая автоматически... Ну, давайте попривычней. Да, попривычней. Слушайте, я безумно люблю такие форматы. То есть, это сейчас будет жизнь, потому что у нас есть несколько аппаратов, и Никита вызывался. Друзья, ну, пока я в Белгороде, пока я с вами тут тусуюсь, давайте я чем-нибудь вам помогу. Это вообще идеально, потому что помощь как никогда нужна. И если ты с системниками знаком, я думаю, это будет прям, знаешь, приятно. Я предполагаю так. Мы сейчас будем, у нас два аппарата клиентских, которые мы не знаем, что с ними, только предположения какие-то есть. И ты вот очень важно поделиться, как знаешь, взгляд. Потому что мы, понятное дело, тут крутим, передергиваем все в своем стиле. А вот взгляд человека с севера, с налоговой инспекцией, с тассных, как вы там крутите, это будет основно. То есть, просто спокойно делись своими мыслями, ходом событий, ну и вместе с тобой будем вариться. Поэтому сейчас небольшая перебивочка для оператора Женьки, и мы включаемся в ремонт двух крутых аппаратов. Начнем мы сначала. Есть, знаешь, я так скажу, маленькая компьютерная мастерская в Белгороде, где-то очень много друзей местных. То есть, я иногда их даже не записываю в эту, просто это господин Серега Картамышев, мой друг, говорит, Даня, в прошлый раз, вот сейчас этот аппарат, я так понял, не включается, старичок полностью, и говорит, в прошлый раз, он уже был у нас когда-то, помогла банальная чистка. То есть, мы имеем не включающийся аппарат, старенький, Никита, и, соответственно, дерзай, я тебе доверяю, как сисадмину, ну и, соответственно, единственное, отверткой сильно в материнскую плату не бить, и давай, расскажи, что ты видишь, и с чего бы ты начал, и мы вместе с тобой попробуем разобраться. Так, ну, вижу плату от Gigabyte, да, то есть, это у нас 945-й чипсет, то есть, это получается у нас 75-й сокет, если я правильно понимаю, не торможу, абсолютно. Вроде как 75-й сокет, но довольно-таки старенькая основа, но еще имеющее место быть, для работы, наверное, еще может она послужить. Давай, еще даже IDE шлейфт вижу, да, уже эта редкость большая. Действительно, тут у нас Pato дисковод, SATA жесткий диск, слава богу, пыльненько, заметно, и, конечно, у нас Radeon 4650 еще, видюшка. Давай, подрубай, Никит, вдруг он у тебя врубится, посмотрим на твою энергетику. Да, вчера как раз хотели, договорились проверить, и я... Так что, бомби, рассказывай, а я параллельно тут еще буду менять батарейку на MacBook, знаете, чтобы у нас была эта атмосфера, и если какие-то у тебя там будут происходить события, я рядышком всегда, мы с тобой разберемся. И более того, у нас потом еще есть 15-й ночь, 4-й заказ, там немножко повеселее. Закрутилось, завертелось. Ну, давай, ждем. Был даже сигнал с спикера. Был спикера? Да. Ох, ты ж, боже. И картинка. Pentium D еще в придачу. Ну, давай посмотрим, опять же, я точно не знаю, что имел в виду, возможно, тут другая проблема, может, он не загружается, либо еще что-то, поэтому мы сейчас смотрим полностью эту систему, оцениваем, и если что-то у нас пойдет, не пойдет. Немножко уже вентилятор подоставший уже. Обычная загрузка у нас сразу появилась, то есть у нас прям оживление у тебя слишком мощная энергетика, северная. Давай, наверное, мы сейчас. А, клавиатура, потому что я не подключил, да? Да, ну, в общем, тут сейчас запуск и восстановление пойдет, так что попробуем, наверное, может перезагрузить, чтобы мы вышли в систему, потому что клавиатура у нас сейчас не реагирует. Да, и если что, у нас еще PC2 пополамная, чтобы наверняка, потому что зачастую на старых платформах всякая с подсветочкой никак не реагирует. И пока раз у нас тот включился, я, знаешь, сразу посмотрю заказ номер 1504, чтобы мы с тобой прям, знаешь, прыгнули. Airtone, вернее, да, Airtone Asus почистил и нет запуска. Вот у нас следующий заказ с тобой будет, сейчас мы с этим быстро с тобой разберемся, раз он включается. И, значит, вопрос от веселого Дмитрия, что с его компьютером, Никит, 1504 заказ почистил и просто не включается. Вот этот не включается, стопроцентный вариант. Так, ну здесь уже клавиатура опять. Не реагирует, да, на клавиатура? Не реагирует, да, тогда, может быть, попробовать. PC пополам? Давай, попробуй. Опа! А этот будет наш следующий аппаратик, как мы только разберемся непосредственно вот с этим. Аккумулятор на макбуке. Мы с ним поменяли и у Никиты уже есть заключение. У нас все включилось, слава богу. Да, с первого раза. Лайтовый у нас ренд. Расскажи, Никит, собственно говоря, какое у тебя общее заключение по этому компьютеру? Ну, общее заключение компьютера, конечно, уже, скажем так, для 2021 года уже, конечно, старенький. То есть, ну, какие-то задачи он, безусловно, может потянуть, но как минимум здесь надо добавлять, ну, добавить оперативной памяти немножко. SSD хотя бы поставить, чтобы еще хоть как-то на нем работать. Для современных задач, конечно, такая основа, она уже очень старенькая, уже почти 15 лет. Скоро будет, наверное, и так предполагаю. Ну, включилось у нас в первого раза все. В стресс-тестах пока максимум сколько там, 5 минут, наверное, прошло стресс-теста где-то. И максимальная температура у нас 62 градуса. Тут по температурам-то никаких проблем, но работа самого компьютера, конечно, оставляет желать. Да, ты сегодня кибольшего. Ты посмотрел чипсеты, поддержку портцов, то есть, по факту, самое лучшее это Pentium D. Это Pentium D, хотя в описании было сказано, что можно пробовать и Core 2 Duo вставлять, но... Биосы не поддерживаются. Да, NA стоит, то есть, возможно... Сейчас самый будет такой, казалось бы, простой тест, тем не менее. Мне Сережа отписал это хозяин этого клиента, он сказал, ну, чудеса, ладно, включилось и слава богу. Но сказал все равно, обслужите, пожалуйста, в плане термуху просто на портцах. Хотя, несмотря на 62 градуса, клиент очень попросил, поэтому, Никита, а снять боксовый кулер на 775, это тоже надо уметь, я тебе так скажу, потому что неопытный человек, может пополмать все, что угодно. Тут, в принципе, вырубаем, я тебе оставляю, Женьке, надо поменять термуху, и мы сразу приступаем к следующему заказу. Субтитры делал DimaTorzok Задачи выполнены, Никита. Все, мы поменялись, достаточно успешно справился, единственное, что у нас теперь температура... Подросли! Температуры подросли. Было 65, стало 69, но такое на самом деле бывает, ничего страшного, мы на этом внимания застрять не будем, все равно с друга за это деньги брать не будем. Если вам нужно, чтобы у вас подросли температуры, хмпс, обращайтесь, да. Теперь мы, знаешь, ну все, с этим аппаратом все понятно, я его даже вспомнил, он уже на меня был, это, я говорю, дружеский аппарат, и процессор я ему уже максимальный, который он мог поддерживать, давно вставил на самом деле, вот, и планочку оперативной памяти, второй слот, по-моему, тут на этой материнской плате не работает, поэтому, ну, сделали все, что смогли, теперь он, теперь он будет теплее зимой, этого аппарата, переходим к следующему. Требой греть. 15.04, вот он, вот он то, что должно нас сегодня порадовать эмоционально, этот-то точно не включается, поэтому, Никита, напрягай, здесь так просто не будет, это мы обслужили, слава богу, открывай, рассказывай, что ты видишь, я понятия не имею, что там внутри, поэтому, кстати, да, он любезно, я смотрю, винты даже не прикручены, человек нам их такой оставил, так что давай, что ты видишь, говори, залазим, так, вижу какую-то мощную башенку, которая дует, ну, вентилятор не стоит, ну, дует в корпус, мне больше всего нравятся такие сборги, дует в корпус, с таким редко сталкиваюсь, да-да-да, он еще и не очень так себя чувствует, болтается, не надо, так, основа у нас какая тут получилась, ну, учитывая то, что по сокету, это сразу Intel, то есть, можно тут предположить, да, сокет написан под видюшкой, учитывая Intel DDR3, 55-я какая-нибудь платформа, 56-я, в принципе, все может быть, такой-нибудь 1155, скорее всего, да, возможно, с чего бы ты начал, вот, собственно, он говорит то, что не включается, и человек его так включал кучу раз, поэтому я думаю, давай начнем с того, что просто убедимся, что он действительно не включается, это важно, и после этого, да, и после этого ты сразу начнешь делать трэблшутинг, вот, попробуем оживить аппарат человека, который, ну, я тебе так скажу, если мы видим то, что, а, вентиль уже в другую сторону дует в чем корпус, мы понимаем, что ребята, которые там были, это не супер, скажем, опытные ребята, это те, кто самостоятельно любят поколхозить свой аппарат, потому что вылив, там, конечно, страшно, да, 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 причем блок вот этот Нитро 2 уже вскрывался, видишь, он тут даже прикручен криво, блок вскрытый, прям, знаешь, судьба, судьба этой материнской платы, тут будет непросто, наверное, да, возможно, а может быть и просто все, никто не знает, ну, по-моему, это 56-я, а это я не очень люблю, ну, ладно, давай, бомбим, стартанем барракуда на терабайт ник у нас идет и видюшечка не не элитная назовем так старту никит мы поехали нажимаем кнопочку power power вообще отсутствовал вообще реакции нет давай никита бомби хуже живем и мужа на данный момент не будет раз у нас повара нету все что скажешь я тебе предоставлю сегодня ты знаешь защищаешь честь оленегорской и всего серия до что ты презентуешь весель вообще вот банька у нас путешественник он имел честь попутешествовать по северным местам нашей россии говорят я не знаю я думаю неспроста существует менее то что северяне они добрее что ли то есть люди которые живут в холоде они сближаются как пингвинчики друг другу и сердцами греют поэтому северяне они считаются добрее южан опять же я не утверждаю ничего это то как знаешь ходят есть же такое понятие что северяне как-то более более сплоченные говорят такое да и баран тоже разные есть хорошие есть разные но в целом если ты хороший тебе хорошие притянутся на я согласен я согласен поэтому я не сильно придерживаюсь там такого кардинального я думаю что муж бог попробовать давай эти вариант просто давай не вопрос смотри у меня есть небольшой проверочек ты хочешь посмотреть вообще закрутиться либо что это вот такой вот малыш он еще со времен 400 400 ватт еще и 80 голдовский хороший маленький проверочник в принципе достаточно что проверить либо давай начнем с тобой с банальных вещей тоже сразу чтобы исключить проверим его блок на запуск хотя бы вот тестов когда такой ерундой я ни разу не пользовался ну при принципе я думаю ты понимаешь да попробуй чтобы посмотрите заведется ли блок поскольку у нас вообще нет кнопки включения не стартует аппарат сюда подать питание надо на блок просто стандартное питание подошел сейчас должен у нас закрутиться если у нас сейчас закрутиться то у нас соответственно с тобой а у нас не особо то есть такое происходит да смотри да блок похоже вообще реакции нас так еще раз проверяем шнурочек тот ли мы нас подключен потому что мне только буквально только что только что им пользовался да 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 давай на всякий случай да слушай мертвый блок ну как минимум блок не стартует уж точно поэтому уже 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 есть уже уже пахнет приближением к сути давай попробуем стартануть основу тут у нас два шести пинами к на самом деле тут даже вот представь этот блочок стартанет даже вот этот вот комп с двумя шести пинами без какого-либо проблем маленький но удален кейфт форматом и заразит да я я его называю он прям очень часто выручает наши все тут достаточно 4 пин на процессе в принципе на эту мать и давай попробуешь нам сегодня за весь север вам помочь да зима близко как говорят это мы идем а пока никита там подрубает немножко отвлеку столько что забежал курьеры и я просто хотел отдельный привет передать гудраму красавчику прислали осмотрит это просто это прислали на заготе ребята используйте в роликах поэтому и здесь зацени какая красота ddr4 на 8 его двумя планочками на 3200 вот ну это потому что ноутбучные а маленькие не выросли еще ведь потому что холодно а вот это память на 3200 очень интересно вот я кстати ни разу по моему эксперимент не провел насколько частота в ноутбуках действительно имеет значение то есть можно будет на примере моего попробовать реально ли запускается 3200 работает на каких-то план платформах еще ssd что тоже прислали свою поэтому этого каких-нибудь ближайших роликах тоже увидите просто хотел сказать то что как приятно то что производители некоторые вот так вот щедро знаете проявляют такое добро поэтому они большие молодцы а мы тем не менее сейчас будем подрубать уже подрубать у никиты давай никита и интересно ребята про сказали не чистили то есть после чистки у них ничего не не стартанула вот такая легенда здесь в этом аппарате да у нас есть уже питание на материнской платье кстати загорелась не горела возможно действительно так что давай посмотрим заведется заведется ли малыш слушай никита у тебя какие-то прям сегодня лайтовые варианты я смотрю ну давай давай удача удачка я об этом молился не опозориться все отлично у нас включился он закрутился мы теперь ждем с тобой картинки слушай не уж не уж то мы с тобой ну просто бабах ну я не знаю потенил красавчик теперь наша задача безусловно а 3570 кей да это 55 плодам абсолютно верно так что стартуем полностью полностью в круг проверяем обязательно температуры потому что человек он делает чистку опять же нам смотри что вы же не башню тогда естественно не смотря на то что он у нас включился мы сейчас поняли кто у нас блоком проблема блок выкручиваем смотрим что с блоком случилось насколько целесообразно будет оживлять данном случае наш чифтек потому что он уже видишь ремонтный возможно поскольку блок но этот уже крутился даже цепи уфан немножко никто никто гнездо подключен ступу фанера абсолютно верно давишь то есть ну ребята ребята колхозили тут как могли отдушить свои сували благо еще фронтальную панель ровно подрубили так что сипи фан не там пол я вообще предлагаю посмотреть как они сделали чистку профилактику на всякий случай заменить если что термопастным можно включиться потестить после заменить тот был блок сразу будем выкручивать да 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 посмотрим а живет он есть смысл в ремонте дешево это будет либо нет и тут в принципе диагностика будет достаточно простая выключаем вырубаем запустился у нас компьютер да то есть вентилятор я перевесил на самое интересное то что подключив его в цепи уфан если посмотреть в цепи уфан его переводкнули но вентилятор на вентилятор на корпус не крутится на процессоре то есть чем это связано непонятно но сейчас вот у нас идет стресс-тест уже дошла температура до 77 тут градусов прошло уже сколько стресс-теста почти четыре минуты почти стресс-теста прошло вентилятор крутится у нас не хочется это вот интересный такой момент в котором на предстоит еще разобраться вот вот он не вот он немножко подергивается даже вот если сейчас вот же не не успел но закрутился и вентилятор закрутился представляете вот так вот закрутился вентилятор и остановился просто мистика просто мистика да не знаешь как это работает бегим-бегу я растерялся потому что я где а где что где что вот смотри значит докладываем приняние я докладываю даже докладывает получается никита никит что мы по итогу имеем даже закончили мы закончили на том что у нас был неисправен неисправен блок питания ну и том что у нас вертушка которая стояла на кулиру на кулиру процессор на радиаторе процессора она не работала то есть подключена была во первых не в тот разъем в часе с фан они в цепу фан то есть мы ее переключили в цепу фан но однако же она идет о сработать странно дала себя очень странно оказалось что это провод да у нас есть несколько вариантов что касается вертушки то есть по факту значит если было вот разоматывать обратно клубок парни наверно виде высокую температуру решили сделать полную чистку профилактику после чего у них решил блок бахнуть чистка профилактика так может и получилось но при этом основная проблема я думаю с точки зрения температуры если под стресс-тестом каким-то бомбить конечно прогревается полностью радиатор и температура повышается эта штука просто не охлаждает самый простой способ это откидываем синий вот и у нас получается просто аппараты работают пеновый да да активно работать на полную катушку в принципе охлаждает без проблем есть на что здесь мы тогда теряем вопросы момент управления и регулировки оборотов регулировки оборотов но как как выход простой самой дешевой ситуации работает копать разбирать вот этот штуковину выпаивать ломать такое себе удовольствие и что касается по блоку питания здесь уже даже была сделана диагностика вот этот вот высоковольтный кондер под замену сам ксона 400 вольт он отправляется в небытие вот но к сожалению этого не хватило то есть у нас еще по входным ключам здесь какие-то проблемы то есть какие-то из френы ключей пробитые соответственно мы делаем вот 550 блок ватник высоковольтный кондер пробитые входные ключи пробит предохранитель блок прям ощутил на себе всю мощь поэтому на данном этапе я наверное переговорю скорее всего ну не супер целесообразном ремонте этого блочка учитывая сколько 550 ватники стоит да и просто блок который запитать эту систему не настолько это много что вы знаете пытаться оживлять это то есть сейчас будет все согласовываться с клиентом и получается никита вот такие простые от ищи бюс прошивая да еще еще кстати да забыл сквозь просто процедура да под концовочку дружище поделись опытом и ощущением ты смотрел наш канал со стороны смотря как это все происходит изнутри насколько это сложно приятно и ну то есть какие вот у тебя эмоции возникают когда ты это все дела не на самом деле очень здоровские эмоции я давно хотел давно как бы как сказать поле у бога что у меня была возможность познакомиться с ребятами лично чтобы увидеть это все так сказать изнутри всю эту кухню и на самом деле я скажу это конечно же еще лучше чем просто смотреть на видео еще более еще больше позитива еще больше этой приятной энергетики я рад что наверное не ударил я в грязь лицом хотя в целом конечно мне попались такие легкие на самом деле ремонты но я очень рад что мне удалось хоть как какую-то малую свою лепту может быть внести да даже скажу за кадром понятно мы все не успеваем снимать но параллельно еще то есть никита пришел говорит давайте мне компы я буду вам помогать то есть это знаете такая прям мощная поддержка не просто энергетическая конечно но и руки еще при было приложено никому не только к этим двум системичкам которые вы видели поэтому никит я тебе как от лица нашей компьютерной мастерской выражаю большой низкий поклон в прямом смысле слова потому что смотришь поддерживаешь еще сам проявляющий сенсор просто ты добрый парень с севера это особенно приятно а все северы получаются я заметил севера более получается больше блондины это правда или нет ну нет разные тоже по-разному все индивидуально абсолютно нет никакой системе тебе тебе сегодня я тебе скажу был лайтовый такой вариант но он знаешь окунул в эту всю компьютерную атмосферу надеюсь ты получаем кайф двойной двойной когда что с с вами сделал это это что я сам огонь не знаем что нас ждет завтра тебя на этот ролик мы будем заканчивать потому что могло на 25 минут уже накапывал компьютерного удовольствия вот так у нас сегодня получилось парочку финальных слов от тебя никита и мы завершим да ребят хочу сказать что как это любите свое дело старайтесь в своей жизни наверное быть благодарными развивайте себе это чувство благодарности и старайтесь наверное делать счастливыми других людей потому что ну по моим убеждениям я верю верю в бога бог меня свое время как сказать открылся мне я знаю что главное счастье человека это то чтобы делать других счастливыми делаешь других счастливыми становишься счастлив сам чего я вам желаю огонь Я к Богу отношусь спокойно на контрасте, но это не дает, вы знаете, самый твой интерес, что люди с разными мнениями находят определенные моменты и вместе здорово, я считаю это самое главное, то есть действительно оценить, уважать мнение каждого и при этом вокруг себя создавать атмосферу, ну, благополучия, это просто прекрасно, все, на этом мы точно заканчиваем, закрывай ладохой, Никита, это пока-пока. По скрипту должен всегда быть положительный, вот посмотрите, этот пакетик неспроста, потому что 3399 рублей, Никита, лично, вот представь, приехать из Оленигорска, чтобы лично купить в Белгороде блок для канала, который смотришь и оживить системник человеку. Да, теперь, ну, собственно, картиночка финальная, новенький блочок, вентиль, кстати, работает прекрасно, с одним откинутым пином синего проводочка, температуры, сами можете посмотреть, то есть около полтинечка, изумительно. То есть в данном случае у нас сейчас полностью функциональный аппарат, ждем клиента, пусть берет, уже гоняет, тестирует, но то, как он пришел, согласись, не включающимся, и то, как он его забирает, это все, конечно... Да, две большие разницы. Ну, тем, кому интересно, собственно, блочок вышел 3399, вот, и мы 1000 рублей еще с клиента за всю работу берем, за это все дело, хотя Никита говорит, что много, я говорю, 1000 рублей будет нормально. Так что, для, так сказать, поддержки мастерской 1000 рублей за работу и, собственно говоря, сам блочок, это теперь уж точно все. Никита, полный у тебя получился сегодня... Рабочий день, можно сказать. Да, полный рабочий день, это конец, действительно, вот как-то так теперь. Кстати, да, если... Это было очень интересно. Это было очень интересно, да. Несмотря на такие, может быть, банальные проблемы, да? Да, день прожили, и слава богу. Все, увидимся завтра. И я, по-моему, так и не сказал насчет поддержки, то, что у нас есть телеграмчик, инстаграмчик, все ссылки есть в описании, поэтому не забывайте, это очень помогает, если продвигается ютуб-каналчик, так же хорошо и быстро развивается компьютерная мастерская, поэтому держим кулачки вместе с вами, теперь точно, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok